Какую прядь мне наименее жалко. Ну давайте начнем с вот этой, наверное. Очевидно, сегодняшнее видео может пойти двумя путями. Либо я вам покажу самое лучшее изобретение человечества за последнее время, либо вы станете свидетелем того, как я лишусь своих волос. Потому что сегодня мы с вами будем знакомиться и тестировать автоматическую плойку для волос. Но не просто автоматическую плойку для волос, а плойку для волос, которая еще и с помощью пара завивает ваши волосы. И давайте сразу пройдемся по очевидным вещам. Да, я перекрасилась, полностью, мне кажется, сменила имидж. Теперь я брюнетка. Я никогда в жизни брюнеткой не была, для меня это первый опыт. Честно вам скажу, получилось не совсем то, что я себе изначально представляла, потому что у меня получился такой, скажем, мягкий эффект омбре. А я думала, что вот эта часть у меня больше будет, знаете, как прядями где-то тоже мелькать по длине волос. И также у меня здесь три цвета, но средний цвет практически не проявился. Но в то же время мне очень нравится, что у меня получилось. И как мне сказала моя подруга, которая профессионал с волосами, Лена, тебе привет! Очень трудно с первого раза добиться того, чего я хотела, на таких волосах, которые у меня были изначально. Поэтому я думаю, в следующий раз, когда пойду уже к мастеру, я, наверное, сделаю какие-то изменения. И чуть-чуть подкорректирую, наверное, так вот, как мне хотелось изначально. Но в целом мне нравится, что получилось. Мне кажется, достаточно интересный цвет. Вот что касается палитры оттенка, то это именно то, что я хотела. Потому что я хотела быть брюнеткой и немного с такими, как карамельными тонами. Вот это то, что у меня получилось, этому я безумно рада. Потому что я больше всего переживала, чтобы я не была какая-то зеленая. Или какие-то, знаете, когда в брюнетку перекрашиваешься, бывает выстреливают там или сильно рыжий, или сильно зеленый. В общем-то вариантов там много. И сразу, наверное, давайте в этом видео отвечу тем, кто мне захочет написать, что блондинкой мне было лучше, что у меня был потрясающий цвет блонд. Я с вами согласна, цвет был действительно очень классный. У меня с тем цветом, вот буквально под каждым видео меня спрашивали, какой краской я крашусь. Но, видимо, L'Oréal решили, что нельзя настолько красивый цвет волос людям уметь. Поэтому они ту краску сняли с производства. Это именно стало толчком к смене цвета волос. Потому что, как бы я не хотела остаться в том блонде, все, уже эта краска снята с производства. Ее купить невозможно. И я пробовала заменить на другой, как бы, аналог. Но этот аналог намного более желтый, страшный. Вообще у меня прошлый мой цвет волос, который вот за последний месяц, вы видели, жутко раздражал, потому что он очень некрасивый. Вот именно неблагородный такой. Вот у меня был более такой платиновый, холодный, серый такой вот цвет какой-то. Очень красивый был. А вот этот желтый, это вообще кошмар какой-то. Поэтому я решила кардинально сменить имидж. Тем не менее, мне нравится. Всем моим близким, друзьям, родным тоже нравится. Поэтому я от вас тоже надеюсь услышать комплименты. Да. Ну, хватит уже о моих волосах. Давайте разберемся с вами с этой штукой. Это плойка от Irresistible Me. Называется она Moonstone. Я ни разу ей не пользовалась. Я специально приберегла этот прибор к смене моего имиджа, потому что вот такие вот прически Ambre, да, или там Balayage, они лучше всего смотрятся именно на забитых волосах, потому что этот эффект проявляется больше. И намного более текстурными кажутся волосы, и намного более глубокий им цвет получается, да, то есть вот из-за вот этих вот переливов оттенков. Поэтому я решила, что надо приберечь за тест этого устройства именно на то время, когда я сменю цвет волос. И вот первое видео для вас будет именно такое. Когда вы получаете этот прибор, он идет вот так вот упакованный. Здесь все достаточно стандартно, инструкция к нему идет. Также здесь в пакетике вот такая вот бутылочка с носиком для того, чтобы заливать воду в сам прибор, потому что, как я и сказала, он завивает как классическим образом, да, с помощью термопластины или термобарабана скорее, так и еще и дополнительно он завивает с помощью парового удара, как обычный, скажем так, утюг для одежды. Вот так же он этим паром бьет как бы по вашим волосам, и эффект, по идее, должен быть лучше, потому что этот способ меньше портит волосы. Ну и так же тут вот такая вот штучка есть. Я так полагаю, это для того, чтобы чистить этот барабан, но мы с вами потом разберемся. Сам прибор выглядит вот так, достаточно страшный агрегат такой, и на самом деле я безумно боюсь, что он просто заживет мои волосы и спарит их к чертям собачьим, поэтому я очень надеюсь, что все пойдет хорошо. Я аналогичными приборами ни разу не пользовалась, поэтому давайте я сейчас быстро ознакомлюсь с инструкцией, и тогда вернусь к вам, потому что иначе я точно не разберусь, как им пользоваться. Итак, разобралась я уже приблизительно с этой инструкцией, значит, что здесь достаточно интересно, и я вам обязательно советую, если вы что-то такое будете покупать, обязательно ознакомьтесь с инструкцией, посмотрите, может быть, обзоры в интернете, там, примеры, как пользоваться, потому что если тут не знаешь некоторых нюансов, то может быть беда. Значит, здесь у этого устройства достаточно стандартные настройки, кнопка включения, она также регулирует тоже и температуру. Изначально вы ее зажимаете, она как бы должна включить прибор, потом можно изменить температуру, и тут режимы от 190 градусов до 230, соответственно, самый маленький режим, это более-таки расслабленные волны, и самый такой максимально мощный режим, это у вас будут более плотные тоже такие завитки, потом также можно включить парогенератор этот, можно завивать без него, а также здесь можно установить таймер, потому что когда волосы находятся в середине барабана, они там находятся не по вашему желанию, и сколько вы хотите их там держать, а по таймеру, таймер здесь от 8 до 12 секунд. Опять-таки, чем дольше вы держите волосы в середине этого барабана, тем более плотные получаются у вас завитки. И последняя кнопочка настройки, это закручивать волосы вправо, влево, или поочередно как бы вправо-влево, то есть вы можете закручивать ваши завитки сугубо как бы вправо, либо сугубо влево, либо они будут чередоваться один так, другой так, потом один так, другой так, и такой способ очень классно подходит для тех, кто хочет получить такую более объемную прическу, я думаю, что как раз этот режим мы с вами сегодня протестируем. Также очень важно, вот эта сторона, здесь даже написано это на английском языке, только этой стороной можно прикладывать этот прибор к волосам, то есть только вот так, и с другой стороны вы должны как бы поменять его направление, то есть будет немножко менее удобно, но тем не менее вам нельзя его перевернуть, только одной стороной его можно прикладывать к волосам. Еще тоже один интересный факт, который я здесь вычитала, что не только воду можно заливать в контейнер, это для воды, но также и средства по уходу за волосами жидкие, то есть по сути как бы он может делать классическую завивку с помощью температуры, а с помощью пара насыщать ваши волосы какими-то полезными свойствами, которые дает ваш уход. Очень интересная фишка, мне, честно говоря, да жути страшно это пробовать, я, наверное, не буду это делать, но так пишет производитель, поэтому скорее всего это так и работает. И самое последнее, о чем они тут предупреждают, что для того, чтобы достать локон, нужно сначала вот так вот полностью разблокировать прибор, а потом доставать, то есть ни в коем случае нельзя на закрытом пытаться достать, потому что 100% вы повыдергиваете себе волосы. И также, что касается его каких-то характеристик, то тут все в принципе достаточно стандартно, то есть керамическая технология, сам барабан вот этот вот в середине сделан из титана, также здесь 30 ватт, универсальный вольтаж, быстро нагревается, автоматически выключается, ну и в принципе больше здесь как бы ничего такого особенного в нем нет. Еще один, кстати, достаточно интересный момент, и насчет этого я как раз таки и больше всего переживала, потому что я не знаю, как именно закладывать локон, то есть как он зажевывает волосы, судя по всему прибор зажевывает только кончик волос, то есть если вы хотите, чтобы завивка начиналась у вас у корней, то прибор нужно держать практически у корней, и конец волос он зажевывает, если же вы будете закладывать где-то с середины, то опять-таки он заживет только вот эту часть, а вот эта у вас останется незавитой, поэтому это очень важный момент, который как раз таки меня больше всего волновал, ну что ж, я пойду сейчас залью воду в него, включу, все подготовлю, и приступим с вами к тесту, вы пока за меня помолитесь, чтобы мои новые волосы остались при мне, он уже запищал, я тут смотрю в зеркало, и, о, блин, вообще неудобно, так, попробую, вот так, ой, вот, и, чтобы оценить драматичные ситуации, посмотрите, насколько у меня увеличились драчки, так что, если вы сомневались, да, все эмоции в этом видео абсолютно реальны, съел, съел, пищит, пищит, отпускаю, опля, ребят, работает, работает, так, что я заметила, кстати, тоже, что, очень трудно закладывать, да, так как я еще не привыкла, я вот, вот так вот прокручиваю прядь, для того, чтобы она стала тоньше, и мне было проще ее сюда заложить, вот, и прямо у головы, вот я, смотрите на кончик сейчас, исчез, и он начинает пищать, отсчитывать секунды, пара я никакого не наблюдаю, и все запищало, я отпустила, слушайте, работает, очень такие, как бы, расслабленные волны, это, кстати, я поставила на практически минимальные настройки, вот это, кстати, мне не очень нравится, как получилось, может мы ее попробуем немножко, ладно, у меня, судя по всему, на самом интересном выключилась камера, вот этот средний я только что перезавила, потому что я вам дала дурацкий совет сразу, что надо закручивать волосы вот так вот на пальцы, на самом деле, лучше так не делать, потому что иначе получается плохо, но все-таки мы с вами должны еще оценить самый финальный результат, поэтому давайте я закончу со всеми своими волосами и вернусь к вам. итак, я уже полностью завершила укладку на всей голове, как видите, волосы остались при мне, время подводить итоги по вот этому прибору, и я, наверное, если его оценивать по 10-ти бальной шкале, поставила бы ему, наверное, 9 из 10, да, мне реально очень сильно понравился этот прибор, но балл я ему снимаю за то, что у него нет вот такой вот двухсторонней загрузки волоса, как я даже не знаю, как это сказать, то есть с правой стороны к нему нужно конкретно приноровиться для того, чтобы наловчиться и закладывать туда волосы, с левой стороны укладка намного более удобная, то есть как-то, не знаю, более эргономично, что ли, закладываются волосы, с правой стороны нужно немножко приловчиться, ничего прям такого супер дискомфортного, но все-таки мне бы хотелось, чтобы его можно как бы симметрично было поворачивать, тогда бы он был вообще идеальный, но в целом я могу сказать, что прибор очень классный, вот я действительно не ожидала, что он настолько мне понравится, мне кажется, что сейчас качество моей укладки абсолютно не уступает тому, как я делаю укладку вручную с помощью плойки или с помощью утюжка, в принципе, такой же эффект достигается, но намного быстрее, и я потом уже, когда к нему приноровилась, то уже стала такая дерзкая, уже даже не глядя, начала закладывать туда волосы, и в принципе, один раз за все время он мне зажевал волосы, но хвала богам, он сразу это понял, он начал там пищать и как бы перестал закручивать их, и я смогла их вытащить без, собственно, потери лишних, и еще один обалденный просто плюс заключается в том, что я не боялась им обжечься, да, в процессе завивки он нагревается, но тем не менее, я вот прикладываю к нему руку, я чувствую, знаете, как тепло батареи, вот, то есть не обжигающий, такой вот жар, а именно просто он теплый, и не знаю, как вы, но я когда делаю укладку обычной плойкой, я всегда себе полю уши, у меня уши после каждой завивки травмы получают, ну, это, в общем-то, уже мои проблемы, но вот такой прибор вас лишает того, что вы можете обжечься, потому что даже если вы очень близко к голове его прикладываете, все равно максимум, что вы чувствуете, это такое легкое тепло, поэтому мне очень понравился этот прибор, я его могу рекомендовать, ну, профессионалам вряд ли, потому что вы вряд ли будете использовать это на клиентах, наверное, это как-то будет странно, но для новичков, для тех, кому нужна быстрая укладка, чтобы, знаете, не думать о том, как заложить волосы, как их накрутить, как держать плойку, как там долго держать, считать секунды, если вы хотите думать там, я не знаю, о своем, и в то же время делать укладку на автомате, то мне кажется, этот прибор отлично для этого подходит. Обязательно напишите мне в комментариях, что вы думаете, какое у вас впечатление сложилось после демонстрации этого продукта, после того, как я впервые с вами им пользовалась, мне кажется, со временем я еще больше приноровлюсь, если вы меня часто будете видеть с волнистыми волосами, знайте, что я скорее всего буду использовать этот продукт, потому что я уже к обычной плойке вряд ли вернусь, действительно, очень удобно. Если у вас есть что-то похожее дома, обязательно напишите, от какого бренда и какие у вас от него ощущения, какие впечатления от него, мне тоже будет очень интересно это почитать, да и остальным тоже, наверное, будет интересно это почитать. Забыла тоже вам упомянуть, что на сайте есть 20% скидка конкретно на вот этот вот прибор, единственное, она не работает, если уже на этот прибор есть скидка, поэтому дополнительно получить скидку, к сожалению, нельзя. Код на получение скидки я вам оставлю в описании, ссылку тоже на этот прибор оставлю в описании. Все, в принципе, здесь достаточно стандартно, все как всегда. Я очень надеюсь, что это видео вам понравилось, если так и было, обязательно ставьте мне палец вверх, подписывайтесь на мой канал, если вы уже подписаны на мой канал, обязательно нажмите на колокольчик, который находится рядом с кнопкой подписаться, тогда YouTube вас будет обязательно оповещать о выходе моих новых видео, иначе вы можете потерять меня в подписках, так как мои видео могут не показываться там, а на этом я буду с вами прощаться, и мы с вами увидимся в следующих моих видео. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok